8 мая центром всех праздничных событий станет Площадь Славы. Около Вечного Огня сотни школьников принесут клятву патриота перед колоннами ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же в 5 часов самарцам покажут документальный фильм о военном Куйбышеве «Запасная столица». Программа продолжит выступление творческих коллективов, а в 10 часов вечера начнется кульминация этого дня. Здание областного правительства станет огромным экраном для 3D-представления о военной жизни Куйбышева. А после здесь покажут фамилию каждого самарца, кто ушел на фронт, но так и не вернулся. Их более 200 тысяч. На это уйдет вся ночь. И все это время здесь будут нести вахту памяти школьники, студенты и военные. Масштаб или форма, которая будет представлена, я пока вот так аналогов таких не знаю. Потому что нам удалось найти базу всех фамилий, лиц, которые погибли непосредственно, то есть не пришли с фронта. По масштабу не будет уступать прошлому году и парад победы. Впервые в нем участвует женский сводный расчет. Их готовность на одной из последних тренировок главнокомандующий похвалил и поставил некоторым в пример. По площади Куйбышева 9 мая пройдут более 2000 военнослужащих и свыше 70 единиц военной техники, в том числе авиация. Удалось привлечь к прохождению, получается, все регионы, где дислоцирована вторая армия. То есть мы здесь и с Оренбургской области будут, с республики Башкортостана при зенитной ракетной бригаде. И, соответственно, естественно, никуда мы не уйдем от Самарского гарнизона. Репетиции парада все желающие смогут увидеть 4 и 6 мая в 19.00. Генеральный прогон 7 мая в 10 утра. В День Победы попасть на площадь Куйбышева можно будет только по пригласительным. Как обычно, придется пройти через рамки металлодетектора. Но уже вечером проход на праздничный концерт откроют для всех желающих. Традиционный салют на набережной начнется в 22.30. Четыре орудия дадут 30 залпов. Обещают, что продлится фейерверк не меньше 10 минут. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Традиционный салют на набережной начнется в 19.00. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. Продолжение следует...